Думающий на ринге человек, про которого можно сказать, что случайно, случайно не выиграл Олимпийские игры. Вот случайно выиграл, случайно не выиграл. Да, тогда все ждали. Ведь не только мы, да, все специалисты бокса, с кем пришлось общаться в Афинах, да, все говорили, ну Макаренко, да. Все вот есть где-то будут бои, а Макаренко это уже чем-то. А вы знаете, что это значит губернатор, управляющим делами губернатора, ну это люди, которые душу вложили вообще в этот бокс и в округ Хантамансийский. И в душу вложили в Макаренко, душу вложили в Малетина. Ну, эти ребята отвечают им, за юность, скажем так, правильно? Сколько они уже всего повыигрывали? Чего только не добились в боксе. Ну что ж, посмотрим, посмотрим. Я вот продолжу мысль, что перед Олимпиадой в Аиба все говорили, руководство Аиба, что давайте мы вам в этом месте миндаль дадим, золотую, а там уже это. Это действительно факт. Ну, может, это и послужило, как раз такую плохую службу сослужило. Я прекрасно помню тот бой, прекрасно помню. Что-то вот как-то вот и по делу тогда вот Евгений Макаренко завелся. Почему-то он пошел на соперника раньше времени, как мне даже показалось. Вы знаете, тактическая, вот эта тактика немножко сработала в его пользу. Но вот что касается этого поединка, я вам должен сказать, что Батербиев не слабый боксер и очень бьющий. И очень бьющий. Здесь надо быть очень внимательным. Значит, нужно хорошее чувство дистанции. То, что, в принципе, умеет Макаренко. Великолепная передняя рука, а в мире, в любительском боксе, передней руки лучше, чем у Макаренко, нету ни у кого. Вот, смотрите, он все свои атаки заканчивает передней рукой. И соперник обязательно попадается, натыкается на эту переднюю руку, на эту левую руку. А она у него такая тяжелая? Жесткая. Жесткая. Вот встреча. Ну, Батербиеву ничего не остается делать, как только идти вперед и навязать свою отмену ударами. Свою тактику. Ну, надо напомнить, что Батербиев накануне провел очень такой сложный бой, скажем так, да? Довольно в равном бою, в спорном, можно сказать. Держал победу над Михонцевым. Но это был очень тяжелый для него поединок. Тяжелый поединок. Вот смотрите, вот справа очень приличный удар. Сейчас справа Батербиев, у него хорошая передняя рука. У него хорошая передняя рука. И тут вот Макаренко, Макаренко, нужно быть очень внимательным. Очень внимательным. То, что он умеет делать, ему нужно прибавлять ногами. То, что он замечательно уходит и встречает. Он замечательно уходит и встречает. Попадает или не попадает, но после этого бросает переднюю правую руку, переднюю левую руку. И соперник, я сколько раз наблюдал, всегда натыкается на эту руку. Вот как вот сейчас, в данный момент. Видите, боковой слева. Еще надо заметить, что Макаренко вчера провел короткий бой. Вот так опять-таки вернемся к этим злополученным 15 очкам. Он выиграл у соперника, который, в общем-то, не слабее, наверное, Петербеева, да? Не слабее, равный бой. Да, Михаил Гала, он вот прекрасно начал вчера. Но вот эти злополученные 15 очков после второго раунда. Мы потеряли два раунда великолепного боя. И я не могу сказать, что... Да, Гала проигрывала немножко, но мы могли наслаждаться вот этим поединком, потому что Гала еще не раскрылся. Он еще не раскрылся, только был третий раунд. Ну, к сожалению, таковы правила. И мы следуем положению Айба. Ну вот удар после команды стой. Стоп, да. И еще чуть ниже корпуса, ниже пояса. Ну, надо сказать, что Петербеев, ну, к сожалению, грязный боксер, и не совсем его удары бывают точны, вот как сейчас. И абсолютно справедливо судья, ну, один из лучших рефери на сегодняшний день в ринге, Станислав Кирсанов, абсолютно справедливо дает предупреждение Петербееву. Да, и ведь нельзя сказать, что так в запале был сделан мутант. Да, получала команда стоп. Вот отличается этим Петербеев, но я вам хочу сказать, что сейчас вот он прибавляет, у него такой единственный шанс, у него единственный шанс. Жесткий, тяжелый удар. А Макаренко где-то будет рисковать. Значит, не нужно Евгению гнуться, ему нужно на ногах выходить и проваливать, как это делает он с Галой, на ногах. Посмотрите, опять что-то. И опять удар ниже пояса. Да, редко в любительском боксе такие грязные боксеры встречаются обычно. Дискалификация. Специально делается в профессионалу. Дискалификация. Нет. Или второе предупреждение, второе предупреждение. Издалека Макаренко надо бить, издалека. Напряженный поединок. Не нужно оставаться в зоне удара Бетербеева. Он же хорошо двигается на ногах. Ну, смотрите, Бетербеев просто какой-то... А у него нет... Тикетен предлагает, что порой даже Макаренко не успевает выйти. Не отойти от канатов, не изглавливает. Он рискует. Макаренко, когда остается в зоне удара Бетербеева, он рискует. Потому что у Бетербеева очень мощный удар справа. Значит, что надо Макаренко? Нужно будет вытянуть левую руку и не стоять. Вот он стоит. Вот проблема в чем. Он остановился. Он остановился, особенно у него есть ли каната. Вот издалека. И ушел. И надо стоять. Опять стоит. Опять стоит. Вот задача. Какие-то тактические ошибки. Вот тогда, как мы вспоминали Олимпиаду, тоже тактически был бой проиграть. Почему? Ну, вот действительно. Преимущество в росте, преимущество в длине руки. Причем, вы сказали, что очень сильный удар, очень сильный вот этот левый у него. Вы знаете, Борис, я хочу сказать вот что. Здесь даже уже не тактика. Вот в этом поединке здесь просто Макаренко давно не боксировал. Он был болен. То есть он лечился, он давно... И вот после долгого перерыва, это вот первый старт. Вот на таком... Чемпионат страны, это ведь, ну, не первенство двора. Это сильные боксеры. И поэтому он физически не совсем хорошо готов. И вот эта вот острота, вот этот удар справа, вот это вот движение на ногах, это... Это, как правило, не совсем достаточно подготовка. Третье предупреждение за удар внизу пояса получает Бетербеев. И все, судья снимает его, мне кажется. О-о-о, это уже... Это уже некрасиво, некрасиво. Он пытается что-то доказать. Но с другой стороны, мне кажется, и тренер тут не прав, потому что он подошел к вашему, чтобы извиниться. Ну, удар ниже пояса был. Вы знаете, я хотел сказать, что и такие же конфликты бывают у Бетербеева и с Галой. Такие конфликты немножко провоцируют Бетербеев. Ну, если ты грязно боксируешь, если ты бьешь ниже пояса, ну, будь, пожалуйста, любезен, извинись. Ну, давайте посмотрим повтор. Как ли это произойдет? Вот удар, явно... Это чисто ниже пояса. И еще после команды стоп ниже пояса. Я думаю, что Савислав Кирсанов поступил абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Потому что вот в таком поединке, если бы он продолжался дальше, у Макаренко могли быть осложнения. В плане, что... Конечно. Всякое могло быть. Может быть, Бетербеев мог бы ударить после команды стоп в запале, не со зла. Ну, травма была бы, конечно. Ну, я думаю, что Василию Васильевичу не надо было выступать в переликанство. Ну, это... Конечно, да. Ну, конечно, Вольф был возмущен очень, конечно. Болеет за своего щенника, болеет за нашего боксера прославленного. Переживает. Но вот переликанец с секундантой. Я знаю, чем это все закончится. Они потом придут, обнимут друг друга. Ну, скажут, бывает, и... Поединители боксеров рисуют в категории 81 килограмм. Победу в минуте с квалификацией Артуром Митрубеевым. Не все.